приветствую вас друзья с вами варчик в этом видео поговорим с вами про лучшие танки в премиум на магазине за голду именно в клиенте игры и ветках исследования можно найти эти танки и в любой момент приобрести поэтому это будет топ-10 лучших танков которые постоянно продаются для начала отмечу танки низкого уровня которые в этом топе не будут рассматриваться но они тоже более менее играбельные 6 уровня т3 485 м это классический танк 6 уровня и для людей с прямыми руками японский тигр 6 уровня очень хорош также 7 уровня в кустиках постоять можно на скорпиончике либо же поехать порубиться на игл 7 это вполне себе неплохие танки 6 7 уровня ну а мы переходим к нашим восьмеркам к топ-10 танкам если бы тайп-5 кори продавался постоянно за голду он бы занял бы в этом топе первое место но 3 апреля он уже перестанет продаваться за свои десять тысяч пятьсот пятьдесят голды поэтому он в наш топ не входит и первое место не занимает также еще 2 лтшки из нашего топ-10 я выкинул хоть здесь и собраны танки только по статистике топ-10 я их лично не выбирал но поскольку это мой видос я из этого топа выкинул т-92 и хвк-30 поскольку в нашем топ-10 все равно будет лтшка и она намного превосходит эти танки я решил что чего не тут забыли но все равно я их упомянул поскольку сейчас придут защитники этих танков и начнут не прояснять какие они классные за каждый танк слишком подробно рассказывать не буду чтобы видос не растянулся на несколько часов и так десятую строчку нашего топ-10 занимает из 3 смз это такой вот берсерк чем меньше снарядов в барабане а у него барабан на три снаряда тем быстрее он заряжается прям ярость накапливает какую-то и начинает снаряды выплевывать просто как с пулемета при этом у него барабан на три снаряда неплохое пробитие основным и голдовым снарядом в принципе на этом плюсы танка заканчиваются барабаны скорострельность это единственные плюсы этого танка броня далеко не самое лучшее но она есть подвижность отвратительнейшая хоть и максималка присутствует он ее может разогнать только если со скалы сброситься обзор такой что врага видно только когда об него спотыкаешься комфорт стрельбы просто нулевой у вены минус 5 просто пушка торчит прямо тупо копье точности нет сведения 3 секунды стабилизация ужасно мы должны подъехать к врагу и просто с нашего барабанного пулемета раздавать урон в принципе это все по статистике это танк очень хорошо набивает урончик поскольку планка на три отметки очень высокая обзор малюсенький явно это танк такую высокую планку не на светом делает поскольку насветить на нуле обзора сложно у меня средуха на этом танке очень высокая я удивлен что вроде по цифрам танк отвратительный но он свое дело выполняет переходим к девятой строчки тс-5 это по сути танк про то же самое лобовая броня хорошая но лючок все портит орудие вниз тоже не опускается 5 градусов еще и влево и вправо по 10 градусов тоже неудобно но у нас хорошее пробитие как для птшки и основным снарядом и голдой дпм вообще бешен хорошая стабилизация сведения но точность так себе альфа 400 в общем и целом этот танк очень быстро за счет дпм и набивает урон но конечно не совсем удобный он не во всех позах но в общем и целом не этот танк нравится и по статистике он очень хорошо свою задачу выполняет переходим к следующему танку т-77 это у нас танчик на седьмом месте что я могу сказать про этот танк этот хэвика подобный хомяк нажрал себе щеки огромные без брони и ездит в них получает подвижность у него более-менее нормальная орудие вниз опускается на 8 пробитие неплохое альфа 360 три снарядика в барабане это очень печально при том что он их заряжает очень долго это главный минус этого танка дпм 0 мы должны за счет своей скорости умудряться по карте кататься и хоть что-то пытаться сделать пока мы там перезаряжаемся видимо должны ездить фоткать врагов я недолюблива этот танк но по статистике он неплохо набивает циферки как рандомные киборги набивает на нем циферки это интересный вопрос я на этом танке три отметки набил и кстати на предыдущих танках которые в этом топе я тоже набил три отметки но мне больше всего нравится пока что тс-5 т-77 это конечно танк очень на любителя переходим к шестой строчке 122 т.м. казалось бы максималка хорошая и броня хорошая и точность и сведение и пробитие великолепное альфа 400 у среднего танка чё ещё надо но вот удельная мощность так себе а дпм его нет вообще мы один снаряд заряжаем если с плохим оборудованием 14 секунд если мы поставим все что возможно на перезарядку у нас получится от 13 с хвостиком то дпм просто отсутствует есть любители этого танка они любят там точность эту еще там что-то но стрелять раз в день это конечно не моё а если ты еще и промахнулся вскопал землю или не попал в броню то это короче печально казалось бы у танка много плюсов но вот этот вот дпм отбивает все желание мне это танчик не зашел но любители у него много и циферки они на нем набивают поэтому на любителя следующий танк в нашем топе это альт прото амx-30 этот танчик мне нравится уже побольше здесь великолепная максималка невероятная удельная мощность танк еще и назад быстро едет у вены 11 градусов можно стрелять просто в себе в ноги при этом у нас еще и броня присутствует конечно она не прям уж не пробиваемая но маска крепкая щечки пробиваются и малюсенький лючок но обычно в лючок не стреляют даже корпус иногда танкует за счет своих наклонов рикошетные очень сильно но альфа 300 пробитие более-менее хорошее но это та французская пушка с альфой 300 которая такая кривая смотришь куда снаряды летят прям удивляешься как она по такой траектории могло выплюнуть снаряд это прямо магия какая-то это единственный минус у этого танка орудия кривоватое но если все поставить на точность то в принципе на средней ближней дистанции от башни урон набивается хорошо этот танчик более-менее нормальный тем более с такими яркими плюсами вот мы уже добрались потихоньку до пятерки лучших танков за голду на пятой строчке cs52 лис этот танчик непростой на нем нужно прям реализовывать свой скилл поскольку танк обладает и нормальной скоростью удельной мощностью более-менее броня немного есть не сказать что она прям великолепная но она есть и альфа хорошая пробитие разве что не прям супер мега но дпм неплохой это такой вот классический средний танк во всем хорош и прям ярких минусов у него нет все зависит от того насколько у вас руки прямые танчик абсолютно не мешает играть это прямо великолепно когда садишься и просто играешь и танчик тебя прям сильно ничем не бесит поэтому я могу его рекомендовать тем более он один из самых дешманских на четвертом месте у нас bizon tc45 здесь тоже барабан с дозарядкой как и на из 3 см за только здесь снарядов чем больше заряжена тем быстрее перезарядка полностью спускать до нуля барабан как на из 3 см за не стоит но поиграл побольше на таких барабанах которые сами заряжаются я пришел к выводу что нужно стрелять столько сколько дают враги обращать внимание на эту перезарядку сильно не стоит поскольку вы будете отвлекаться не следить за боем не давать тот урон который вы могли бы дать а сидеть смотреть на эту перезарядку этого делать не стоит этого я и вам не рекомендую конечно иногда можно подзарядить попробовать там лишние пару секунд но вы можете пропустить урон враг может уехать или не дожить до этого момента и вы упустите урон либо же хотя бы возможность стрельнуть неплохое пробитие альфа 360 барабана три снаряда скорость раздачи этого барабана тоже неплохая максимальная скорость хорошая увен и 10 градусов все классного этого танка уязвимых зон особо нет но если пробитие у врага большой он может просто в маску пробивать либо же если калибр большой то в крышку корпуса либо под башню пробивается в общем и целом танк хороший из минусов у него плохая стабилизация принципе все танк очень приличный играть на нем вполне себе можно если вас не раздражает кривоватая пушка на третьем месте у нас ланцен c максимальная скорость 50 удельная мощность хорошая танк очень быстро и развивает и просто едет полтинь также у нас хорошая маскировка танчик маленький но без брони также увен и 10 градусов при таком размере очень хорошо играть через рельеф хороший дпм альфа 320 но пониженное пробитие не особо высокая что основным что голдовым снарядом на этом танке можно иногда и лтшку подменить в крайних ситуациях когда лтшки на первой минуте все подохли и от рельефа поиграть и позицию быстро поменять в общем и целом такой вот универсальный на все случаи жизни танк единственно что он в танковании нулевой и в общем если руки есть то можно набивать результат за счет того что люди на нем набивают хороший результат он в нашем топе и забрался так высоко значит этот танчик что-то может на втором месте в нашем топе танк который появится в продаже 3 апреля в 12 моска и этого же 3 апреля в 12 моска закончится продажа type 5 кори если type 5 кори у нас временно продавался то компанзер 07 сказано что будет продаваться на постоянной основе стоит он будет 8 500 голды честно говоря я думал что компанзер 07 будет временно продаваться так же как и кори но видим что он будет постоянно продаваться раз такая новость вышла но в общем и целом это компанзер 07 у танка в корпусе немного есть броня слабые пушечки можно попробовать потанковать а вот башня напоминает консервную банку и в ней брони нет вообще настолько что можно прям даже фуасами бахать орудие с маленькой альфой с небольшим пробитием но дпм очень жесткий увн и хорошие максималка хорошая удельная мощность просто невероятная в общем и целом этот танк чисто вот реализовать свои руки и скилл поскольку игра дпм требует все-таки постоянной стрельбы а когда мы постоянно стреляем и постоянно на линии огня также с маленькой альфой размениваться тоже выстрел на выстрел не стоит поэтому чем прямее руки тем лучше будет результат на этом танке но как показывает статистика люди набивают этот результат итак на первом месте у нас лт 432 это наверное один из самых простых и универсальных лт который может против вражеских лтшек от рельефа просто их убивать за счет своей более-менее неплохой брони как для лт неплохие увн и при том что танчик низкий можно от рельефика просто за счет дпм еще хорошего разваливать вражеские лт если мы с ними прям перестреливаться начнем неплохая удельная мощность и максималка конечно в засвете нас будут пересвечивать какие-нибудь колесники либо же evan 90 но вот когда мы начнем с ними стреляться вряд ли они нас перестреляют разве что мы будем в чистом поле кататься тогда они могут нам навалить но от рельефа они нас никогда не перестреляют поэтому используя свой скилл можно вырубать вражеские лт а потом пересвечивать всю карту и настреливать урон за счет дпм на пушку конечно в активном засвете либо же в занимании каких-то кустов мы будем проигрывать некоторым лт но у нас тоже есть свои плюсы если мы будем с кем-то рубиться от рельефа в общем и целом это хорошая лтшка мне она понравилась я конечно не особо прям любитель лт но она очень вполне себе неплохая и играбельный такой вот топ-10 получился здесь есть танки которые мне нравятся которые не нравятся но я считаю что я не должен делать топ-10 чисто из тех танков которые мне нравятся поскольку это все на любителя то такой вот топ-10 у нас получил свое мнение за каждый танк я рассказал пишите свое мнение в комментариях с вами был варч горать красиво всем удачи и пока